Двум членам преступной группы смяротные приговоры. Ясче двум по 22 и 24 годы по сбавлению воли. Могилевским областным судом сегодня вынесен приговор так званым черным риэлторам. На протягу некольких год. И они заволодовали кваторами могилевчан, а тых забивали. На лаве подсудных четверо. Яны ховают свои твары за капелюшами и масками. Их обвинувачивают у забойствах шастей человек из проби забойствы ясче троих. У залов посяжения заходит суддя. Далее сдымать процесс телевизионщикам забороняют. Адвокаты подсудных сгодились на объявление о резолюционной части пресуда. Вердикт полностью супал с покаранием, которое попросили для подсудных прокуроры. Сторона обвинения согласна решениям суда о применении к организатору преступной группы и наиболее активному его участнику исключительной меры наказания смертной казни расстрел. Что касается в целом приговора, законность и обоснованность приговора будет изучена после поступления копии приговора в установленном порядке в прокуратуру. По слову правооховников, обвинувачены оценивали життя человека у цану квартиры. В среднем это была сумма у 25 тысяч долларов. Обвиняемым был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет с четкой распределением функций и ролей каждого участника преступной группы. Я коротко скажу, что если по одним эпизодам было установлено, что обвиняемые занимались подготовкой, поиском очередных жертв, в это же время по другим эпизодам совершались уже циничные бесчеловечные действия. Як стало вядомо, подчас судовых поседжений обвинувачены рыхтывали могилы еще до того, как были подписаны документы о продаже квартир. Кажуть, у ладальника у майомости паили психотропами, а потом у стани непритомности отвозили на погосты. Так у могилею пропал не один человек. Здесь было все спланировано. То есть убийство наших родных – это были пунктики, их сценарии. Поэтому все ожидаемо. Жалостью и презрение. В том нему, какие же у него могут быть чувства. Подчас суда вина кожного о злочинствах была доказана. Их признали виноватыми по некоторых артикулах криминального кодексу. Действия, обвиняемые по отношению к жертвам, отличались исключительной бесчеловечностью и жестокостью. Суровость постановленного приговора обусловлена повышенной общественной опасностью садеянного. Особой тяжестью наступивших последствий в то же время при назначении наказания учитывались данные о личности, обвиняемые и смягчающие их ответственность обстоятельства. Приховор суда, поколь не уступил законную силу, у обвинуваченных есть 10 дней, как обскардить его в вышестоящих инстанциях. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Новины Ревьера.